Наша компания, компания Аквабит существует с 2008 года, занимается строительством водоемов, фонтанов, бассейнов. Специалисты, которые входят в ее состав, занимаются этой темой еще дольше. Я лично с 2003 года занимаюсь этой темой. За это время, конечно, нами было построено большое количество объектов и освоен ряд, скажем так, технологий. Ну и вот сегодня немножко поделюсь с вами тем, что у нас наработано. Значит, начнем мы, как обычно, с названия, то есть название нашего вебинара – «Искусственные водоемы. Виды и способы гидроизоляции». Потому что гидроизоляция – это основное, что делает водоем водоемом, яму, точнее сказать, водоемом, будем говорить так. Это гидроизоляция, то есть это способность удерживать воду. Так, ну и, собственно говоря, с самого начала. Давайте рассмотрим, на какие вообще виды делятся водоемы. То есть какие водоемы мы знаем, какие водоемы мы чаще всего встречаем в своей обычной жизни. Это естественные водоемы, то есть те, которые создавала природа, среди них, да, и искусственные. Искусственные – это те, которые, естественно, как бы создал человек. С этим все понятно, да, естественные образовались самостоятельно под воздействием силы природы, искусственные, человек создал для решения каких-то своих задач. Значит, среди естественных водоемов, ну, понятное дело, что все они будут делиться на морские и пресноводные. Да, сразу оговорюсь, что данная классификация не является какой-то такой классической, обязательной. Так сказать, вся классификация, которая здесь будет встречаться, она больше касается… То есть это, ну, это как бы такая классификация наша, и она больше создана для того, чтобы немножко структурировать наши знания о водоемах и более, соответственно, качественно рассказать об этом. Итак, значит, естественные водоемы морские и пресноводные. Вот, морские, ну, понятно, это самый большой, самый большой – это мировой океан, значит, это моря. Моря – это более какие-то, скажем так, либо отдельные области, входящие в состав мирового океана, либо закрытые слоноводные крупные водоемы, да. Вот, но с пресноводными, естественно, образуемые водоемы, это, естественно, реки, то есть вся речная сеть. Ручьи, как некие предшественники рек. Озера. Озера тоже бывают разной природы. Бывают карстовые озер, бывают, так сказать, образующиеся в естественных низменностях. Это там, где накапливается пресная вода. Ну, скажем так, это одни из крупнейших, наверное, пресноводных, естественных запасников воды. Это озера, то есть вот крупнейшее озеро на территории нашей Российской Федерации – это Байкал. Озеро Виктория в Африке. Озеро Антарио в Америке, ну и так далее. Да, ну и, естественно, предшественники озер, а не только предшественники, а чаще всего это то, во что превращаются озера, это болото. То есть способы заболачивания, ну, они нам, наверное, известны из школьной программы. Ну, вкратце, наверное, все-таки я об этом чуть-чуть скажу. То есть это как раз озера, которые сильно зарастают растительностью, которые, питание которых нарушается, вот и рано или поздно они становятся болотами. То есть образуется большое количество осваточных, так сказать, осваточных пород, да, то есть там это вот торфяники и так далее. Вот, все это дело начинает зарастать, сильно-сильно зарастает. То есть происходит процесс эфтерфизации, суксессии. И вот в результате этих процессов озеро может целиком и полностью заболадиться. Ну, это как немножко о пресноводных водоемах, естественных. Теперь давайте посмотрим искусственные. Искусственные водоемы мы будем рассматривать только пресноводные, потому что, да, безусловно, наверное, есть, можно сказать, что есть искусственные водоемы с морской водой. То есть, например, плавательные бассейны с морской водой такие есть. Но в рамках нашего вебинара мы плавательных бассейнов практически не касаемся ни коим образом, поэтому будем рассматривать только пресноводные. И, значит, тогда повнимательнее посмотрим, какие они, в принципе, бывают. И чаще всего нам доводится встречать на наших участках. Ну, и не только на наших участках. То есть, естественно, одни из самых крупных водоемов искусственного происхождения – это водохранилище. То есть водохранилище человек строит для того, чтобы запасать для себя пресную воду. Фактически водохранилище является частью, скажем так, видоизмененного русла реки. То есть это как раз большие реки, которые человек запирает плотинами и спасает себе воду. Вот. Каналы. Каналы – это тоже, собственно говоря, один из вариантов пресноводных искусственных водоемов со своим характерным устройством, со своей характерной биологией. То есть каналы очень сильно отличаются от рек. Именно по той простой причине, что, как правило, имеют ровное дно без, скажем так, без характерного рельефа. Соответственно, они служат в качестве суглоходных артерий. То есть это такие водяные дороги в основном. Либо связывают между собой какие-то крупные водные артерии с целью пополнения водой одних за счет других. Ну, как и, собственно говоря, все, что строит человек, как любое инженерное сооружение, оно целиком и полностью, скажем так, отвечает необходимым задачам. И в меньшей степени ориентировано на какую-то природность, естественность и так далее. Поэтому в каналах образуются совершенно особые условия. Гидробионты, которые поселяются там, тоже вынуждены адаптироваться к жизни в канале. Ну и, как я уже говорил, что основная особенность каналов, которая сильно влияет на режим, это, во-первых, водный режим, потому что вода в каналах за счет сегментов и шлюзов, она, значит, то поднимается, то опускается, связанная с судоходством. И они имеют характерный ровный рельеф, то есть, мягко выражаясь там той же рыбе, там особо не за что зацепиться, то есть, негде спрятаться. Поэтому в канале рыба, которая встречается, то есть она, как правило, преодолевает очень большие расстояния зачастую. Потому что нету каких-то таких четких мест ее обитания, кормления. Ну, самый распространенный из того, с чем нам чаще всего приходится встречаться, это пруды. Пруды тоже, когда бывают разные, пруд – это некое такое обобщающее название. То есть прудом можно назвать и простой, как ворот и котлован, в котором собирается какая-то верховодка. А также прудом можно назвать уже, в общем, сооружение аналогичное водохранилище, но по меньшему размеру. Ручей. Да, ручей, безусловно, тоже часто мы встречаем на своих участках. То есть это когда нам нужно как-то немножко освежить, придать водной истории динамики, то, конечно, гораздо более выгодно, чем, допустим, пруд будет смотреться на участке ручей. При этом, чем интересен ручей, что даже на небольшом участке можно сделать его весьма продолжительным. за счет того, что он будет просто там, ну, как-то между деревьев там или еще, так сказать, идти. То есть и таким образом будет складываться впечатление, что участок очень интересный, очень динамичный, и ручей его будет каким-то образом еще и делить. То есть там могут создаваться возле него какие-то отдельные зоны. То есть, ну, и таким образом даже участок может выгодно преобразиться в том смысле, что выглядеть более таким, крупным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова